Трехлетняя Юля зубного врача не боится. И не потому, что в силу обстоятельств приходит сюда уже в 20-й раз и просто привыкла. Зачем ты сюда приходишь, расскажи мне. Потому что я лечу зубы. Скажи, это страшно? Нет. Зубы надо лечить? Да. Зачем? Чтобы они были красивые. Красивыми и здоровыми детские зубки делают врачи-стоматологи. И 10 лет назад Ольга Куприянова решила работать с детьми. И считает, что сделала правильный выбор. Хотя и признается, здесь мало быть доктором. Надо еще и подход найти к маленьким пациентам. Потому что он ребенок. Он должен кричать, он должен быть активным. Надо понимать психологию. Вот у меня у самой дети, как-то мне это помогает. Вот. Ну, особенности знать. У нас были полностью разрушены верхние и передние зубы. И доктор Ольга Владимировна Куприянова совершила просто чудо. Вот если ты покажешь свою улыбку, нам полностью восстановили зубки. Что и на дикцию повлияет, ну и на здоровье, естественно. Ребенок улыбается, с удовольствием приходит к врачу. Низкий поклон нашим докторам. В детском отделении за последние два года произошли кардинальные изменения. Теперь здесь проводится лечение любой сложности. И к хирургу уже не нужно ехать во взрослую стоматологию. Доктор проводит операцию. Допустим, нужно что-то сделать с пластикой. Допустим, сделать пластику уздечки языка или ортодонта назначают. Это все сейчас здесь возможно. Красивая улыбка – забота еще одного врача – ортодонта. Анна Захарова занимается со своими пациентами длительное время. Но долгая работа стоит того. Если не заниматься вовремя ортодонтией, то есть не показывать ребенка с самого детства, то проблемы начинаются в первую очередь, языковые проблемы. То есть, если мы вовремя не подрезали где-то уздечку, ребенок начинает шепелять, неправильно звуки произносить. Если мы дальше не занимаемся прикусом зубов, то у нас идет в дальнейшем удаление постоянных зубов уже. Возрослым, если пациенты начинают заниматься, у них идет смещение прикуса, начинаются суставные боли, мышечные боли. Не только к ортодонту нужно приходить вовремя. Показывать ребенка стоматологу необходимо с самого раннего возраста. Многие мамы это понимают. Чтобы мы были зубастые, хорошие, красивые, с хорошей улыбкой. Накануне праздника все медицинские работники получают поздравления. Поздравляют они и друг друга. Работа с детками, конечно, очень сложная. И нужно любить детей. Любить детей. И поэтому я считаю, что коллектив работает хорошо, с чувством к детям подходит, с вниманием и с лаской. Хочется поздравить всех медицинских работников с наступающим праздником. Пожелать им счастья, здоровья, успехов в нелегком и гуманном труде. В труде благородном и очень нужном. Ведь каждая детская белозубая улыбка – это и их заслуга. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.